Мы находимся на разъезде под Степный Ребрихинского района. Вот тут сразу начинается с правой стороны, если искорченные ехать, сады. Мы приехали за карендой. Это ягода, смесь крыжовника со смородиной. Что мы видим? Огромные глыбы из красного кирпича. Высоту я показываю. По кирпичу легко определить, какой. Я рядом стою. Заштукатурено. Все. Кирпич нормальный. Это стояло здание вокзала. Вот какие огромные надолбы. Что получается здесь? Два с половиной кирпича толщина стены. Вот второе навалено. Там, видать, третье. Сейчас я поднимусь на нас с велосипедом и можем увидеть, что послали на Потеряевский разъезд был. Но ошиблись. Вот здесь новое надолбы. То есть, оказывается, указание дали спрятать все. И вот затащили сюда бульдозером все и лежит закрыто, чтобы начальство знало, что все покончено. Ну, как взрывали бункера Гитлера и прочие такие сооружения. Вот такое, точно такое же отношение. Здание было на Веханьке. Совершенно новое. Жителям Потеряевки отдали его в аренду. Хотя вот предупредили. В воскресенье приходим, от непогоды у крыси. А негде. Все. Взорвали буквально все и растащили. Ну, где-то там вон было кусты, дерево. Вот сейчас мы замерим, сколько тут было. Сейчас по пермитнику, наверное, выхожу на дорогу. Тут жалобы написали наши, что негде не укрыться, ничего. И они грибок поставили, приехали. А приехало начальника 4 человека. Сейчас неудобно так с велосипедом. Все равно подняться можно. Потихонечку идем мы сейчас. Но тут удобно вообще. Пешком просто пройти не так это легко. Перпендикулярно выходим прямо к дороге. А тут я шагами. Ну, шаг может 90 сантиметров положить. Как они утащили, насколько камни. Все. Это железная дорога. Она идет на ребриху. А вот сюда идет в Порщино. Считаю сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двинадцать, 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 дв 36, 37, 38, 39, 40, ну 50 левой ногой, итого 100 метров. Вот видимо здесь он стоял, это здание, похоже очень, потому что дальше тополя, вот они, скамеечки стояли, какая-то там будочка еще виднеется, вот тут будка, и вот постой, да мало того поставили сейчас как, вот какую платформу сделали. Это, ну, на летнее время хорошо платформа, настоящая, и вот пишет, остановишься на платформе подстепной, да по-английски еще, информационная, ой-ой-ой, берегись поезда, ну тут когда идут поезда, все, ну замечательно, скамеечка, из брусьев, чтобы не сломали, не утащили, решетка, ну а от дождя-то чуть-чуть где-то можно спрятаться, может на другую сторону, если он будет в дождь хлистать, ступеньки, ну, хорошо, просто замечательно, ну, хоть какое-то укрытие, это можно, хоть охотницкую будочку, но, вон там он какая-то будочка стоит, но она никакого отношения к этому не имеет к нам, если бы передали, там можно, вполне там дровишек подложили бы, зимой слазишь, 4-5 километра пойти, или кого-то ждать, ничего нету, вот здесь, как раз она и была, и вот утащили в кусты, вообще заросло, и даже не найдешь, щупом надо идти искать, это задача была такая, уничтожить, никакой враг не наступал, вот так, сейчас я постараюсь перетащить велосипед, через линию-то, не знаю, как тут ела, просто подниму, подниму, вот так, прошу простить, кто смотрит, потому что, что-то мельгает, мигает, не поймешь, чего она мигает, ну вот, наладилось, это я перетащился, переволохся на эту сторону, это сторона Потеряевки, то есть туда вот, в Корчуна идет поезд, туда идет сейчас вот на солнце, ну где-то часа пол пятого вечера, 15,5 часов, вот как ступеньки, ну, замечательно, летом пришел, посидел тут, подождал поезда, а зимой, то есть вот, вначале грибок поставили, ну, потому что ходили в приемную председателя Совета Министров Медведя, Дмитрия Анатольевича, и, видимо, это повлияло все-таки, сейчас школу закрывают, и где обращаешься, Дмитрия ругают, а я к нему, мы обращались сколько раз, и каждый раз ответ был положительный, у нас была возможность входа в Белый дом, и поэтому следы какие-то остались, так, сейчас я вот захожу, это мы сами сделали, выбрали осинки, положили, вот, перильцы, вот так, сейчас я перехожу, а глубина здесь метра два с лишним, это для воды, вот столько воды, вот туда идет, чтобы вода утекала куда-то, не подмывала, то есть заботятся, а то мы сами сделали потеряю, вот интересно, батюшка тут работает, а в это время приезжает, вот, видишь, осина, она крепкая, ее на подкладки подложили, она высыхает, и дерево такое крепкое, ну, волоком притащили сюда, вот это остановка, я говорю о том, как, уничтожался разъезд, два магазина было, школа, ну, вот здесь вот делают заросли, все, ни одного строения нет, и на той стороне, вчера, или сегодня утром, мне подкинули ролик, как бабушке 85 лет, она, одна осталась на все село, одна, дома стоят рядом, и других показали, проезжают шофер, там, продукты привозят, 85 лет, на очереди уничтожения еще несколько десятков тысяч, такую цифру называют головокружительную, явно дело, что гигант свержен, колосс на глиняных ногах, как пророка Даниила написано, и какой считал ее Гитлер, я говорю, программы Гитлера выполняются по полной программе, чего не могли сделать враги, то так, школы закрыть, убрать, ну, явно дело, что до 100, чтобы умели считать, как Гитлер говорил, этого было бы достаточно, но сила там, где Бог, и мы молимся, чтобы Господь поразумил правителей, ну, Богу, как угодно, за наше беззаконие, это такое мирное время, вот, издалека сейчас я покажу, как оно выглядит, все, приезжал к аренде, набрал чуть-чуть, ребят угостить, Продолжение следует...